Они встретились на ступеньках университета спустя 20 лет, как в годы студенчества бывшие одногруппники говорили о жизни, смеялись и шутили. Кажется, буквально вчера вместе шли на экзамен, а сегодня оба успешные и востребованные профессионалы в выбранном деле. Выпускник 99-го года Алексей Мацивила, например, работает в Министерстве экономики. Он возглавляет главное управление экономической интеграции, руководит людьми грамотно и эффективно. Это, конечно, драйв. Увидеть друг друга после стольких лет, убедиться, что мы состоялись в этой жизни, обменяться планами, возможно, затеять какие-то новые проекты, ну и если будет возможность вместе чем-то помочь родному университету. За восемь десятков лет самый крупный и многопрофильный региональный вуз страны выпустил десятки тысяч специалистов. Сотни из них прославились на всю страну, а другие и вовсе приобрели мировую славу. Если установить памятную доску каждому из тех, кто является гордостью университета, то не хватит площади фасадов всего здания. А ведь профессиональный фундамент каждого из них был заложен именно в университете. Те знания, профессиональные навыки, которые привели мне в университете, они до сих пор не пригождаются моей профессиональной деятельности. Любовь к науке мне привели на факультете экономики и управления. Я стала кандидатом экономических наук. Приятно встретиться с нашими коллегами, с нашими однокурсниками, одногруппниками. Это очень теплая встреча, волнительная. И мы просто счастливы. Из стен Купаловского университета вышли выдающиеся педагоги и ученые, писатели и поэты, общественные деятели и известные бизнесмены. Те, кто собрался в этом зале, закончили самые разные факультеты абсолютно разные годы. Но все они – высококвалифицированные специалисты. А значит, преподаватели справились со своей главной задачей как нельзя лучше. Меня не покидает ощущение, что уже длительное время университет в Родницке имени Янки Купалы немножко опережает время. Если хочешь посмотреть, что будет завтра, то это было уже достаточно давно. Но можно посмотреть, на какие риски идут в Купаловском университете, какие новые инновационные идеи и проекты там в портфеле, как минимум, или реализуют. Идея объединить тех, кто закончил вуз и продолжает принимать активное участие в его жизни, появилась более 20 лет назад. Тогда была создана Ассоциация выпускников. Теперь каждый выпускник может зарегистрироваться на сайте университета, постоянно быть на связи с Альмаматор, участвовать в подобных съездах, которые, к слову, отныне планируют проводить раз в пять лет. Меня переполняют эмоции, переполняют чувства, потому что моя родная Альмаматор действительно собрала сегодня людей разных профессий, разных лет, разных статусов. Здесь есть и ветераны, которые уже не работают, и те, кто достиг таких больших высот и в профессии, и в общественной жизни, и в политической. Поэтому для меня просто встреча с купаловцами, она очень важна. Уникальная встреча, которая в истории вузов в Беларуси состоялась впервые, прошла в теплой дружеской обстановке. Выпускники прошлых лет вспомнили студенческие годы, прогулялись по современному университету, познакомились с его последними достижениями и планами на будущее. Это одно из первых мероприятий, приуроченных 80-летию университета имени Янки Купалы. И судя по настроению делегатов первого съезда выпускников, эта встреча оставила в их сердцах значимый и яркий след. А еще желание встречаться как можно чаще. Анна Чко, Виталий Рубанов, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова